Здравия, друзья! Сегодня мой рассказ будет про бога Велеса. Многие из вас ждали это видео, и я с радостью подготовил его. Также я хочу поблагодарить вас за обратную связь, которую вы пишете в комментариях. Приятного вам просмотра! Мы начинаем! Велес – славянский бог, повелитель трех миров – Прави, Яви и Нави. Велес выступает в различных ипостасях. Он – покровитель животного мира. Бог мудрости и магии, покровитель чародеев и волшебников. Покровитель волхвов, идущих по пути духовного совершенствования. Велес – покровитель путешественников. Он – покровитель торговцев, дарует богатство и благополучие. Также Велес – хранитель границ между мирами. Бог Велес является олицетворением усердности и старательности в творении благих дел, олицетворением мудрости, уверенности, непоколебимости, способности отвечать за все сказанное и сделанное. Велес – сын родопрародителя. Так бог род породил волею своею к созиданию бога Сварога, к любви – ладу-матушку, а к веданию – Велеса Мудрого. О боге Велесе сохранилось много легенд. Велеса называют вещем мудрым. Он покровительствует тем, кто избрал путь духовного развития. То есть всем тем, кто следует стезей праве, свою жизнь проживает по совести, всем, кто честен перед собой и своими предками, стремится к получению знаний, которые могут быть применены лишь во благо. Велес покровительствует тем, кто свято чтит своих богов и предков, живет по совести и в ладу с природой. Символы бога Велеса Самый известный символ – это бычья голова. Также к символам бога Велеса относятся знак «Змеевик» и «Оберег» с изображением медвежьей лапы. «Оберег» Велеса Треглав олицетворяет властителя трех миров. Главное животное бога Велеса – медведь. Другие животное – лось, олень, волк, корова, змея и ящерица. Дерево бога Велеса – сосна, дуб, орех или ясень. Из этих пород делают магические посохи и обереги. Велес – покровитель чертога-волка, которому соответствует дерево-тополь. В моем дворе растет три мощных тополя рядом. И когда я прохожу мимо них, я возношу свои очи к небесам, обращаюсь к Велесу. И также стараюсь слушать ответ. Вообще, я люблю обращаться к роду, к Велесу, к тем, кто мне ближе из наших богов. Ну, продолжим. Славянский бог Велес покровительствует не только ведущим, но также и людям, имеющим похожие черты его характера. Обычно такие люди имеют властный нрав, гибкий ум и организаторские способности. Покровитель Велес по-особенному оберегает таких людей, характеры которых есть любознательность, острый аналитический ум, интуиция, творчество, парадоксальная логика, сила духа и некоторая агрессивность, дерзость. А сейчас я расскажу про праздники, где чествуют славянского бога Велеса. Большие Велесовые святки. 25 декабря, 6 января. Это один из самых важных по значению праздников. Время, когда двери меж мирами открыты. Святки гадают и спрашивают о будущем на весь год. Малые Велесовые святки. С 4 февраля по 10 февраля. Почтение Велесу в ипостаси покровителя домашнего скота. Велесов день. 11 февраля. Или 26 февраля. День бога Велеса. В этот день суровый бог сшибает рог зиме. Начинаются игры, зимоборы. Ожидание весны. Велесовая ночь. 31 октября, 1 ноября. Эта ночь была посвящена спокойному поминовению предков. Славяне старались после заката не выходить на улицу, чтобы не встретиться со злыми духами. По поверьям, бог трех миров будет держать все границы и перекрестки открытыми до самого рассвета. Каледа. 21 декабря. В праздник рождения молодого солнца стоит вспомнить о Велесе, который вместе с другими богами сберегал от худа Майю Золотогорку, ее детей Каледу и Овсене. Сейчас прошла эпоха Лисы, эпоха материального. И наступает эпоха Велеса, эпоха Волка, эпоха духовного, эпоха мужественности. Кто хочет повысить свой духовный уровень или укрепить мужественность, может обратиться к богу Велесу. К богу Велесу лучше всего обращаться, находясь в лесу, общаясь с деревьями, с духом леса. Ведь Велес означает «ведающий лес» или по-другому «вещий лес» или «вещающий через лес». В день бога Велеса можно зайти в лес и просто слушать. Хорошо приблизиться к стволу дерева и послушать. Можно зажечь небольшой огонь и просто слушать лес. Таким образом, приблизиться к Велесу можно, гуляя по лесу или будучи на природе, рядом с деревьями, возжигая священный огонь, обращая свой взор к богам и предкам. Есть еще такое интересное поверье. Считается, что после своей жизни умерший человек идет в другой мир, через реку Смородину по Калинову мосту, после чего его встречает бог Велес и спрашивает его имя. Все дело в том, что умершему сложно найти Калинов мост. Многие его не видят, а уж вспомнить свое имя перед Велесом не могут и подавно. Поэтому на каждом праздничном обряде вход сделан в виде небольшого Калиного моста, а перед началом самого обряда каждый спрашивает его имя. Считается, что если человек после смерти перед богом Велесом вспомнил свое настоящее имя или осознал, кто он, Велес пропускает его в Осваргу для дальнейшего восхождения по золотому пути развития. После чего человека встречает богиня Мара и дает наставление для дальнейшего пути. По одним источникам считается, что женой Велеса приходится богиня Макош, предстающая в разных ипостасях. Однако также мифы говорят, что сын бога Велеса, Ярила, рожден Дивой Додолой. В мифологии и легендах славян описываются разные помощники Велеса, обеспечивающие порядок, каждый в своей вотчине. Каждый из таких помощников выполняет определенные обязанности, неизмененные со времен Древней Руси. Домовой – следит за ладом в доме. Дворовой – считалось, что при хорошем отношении он сбережет живность. Овник – птицу оберегает, следит за птенцами хозяйства. Лесовик – оберегает мир леса. Полевики и межевики – ответственны за урожай и порядок на сенокосе. Дрема сны хорошие детям навевает, да букву от них отгоняет. Банник живет в бане и оберегает ее. Все помощники Велеса привязаны к конкретному месту, которое находится в сфере их влияния. Велес управляет всеми проявлениями волшебства, магии, покровительствует всем магам и волшебникам. Всем, кто гадает по божественной сурье, по полету птиц, по звездам. Всем знахарям, хворобы отгоняющим, излечивающим благодаря целебной силе трав. Ворожеям и заклинателям, заговорорекущим. Если вы решили встать на путь волшебника, обратитесь к Велесу, и он поможет. Также хочется добавить, что существует ныне книга, которая называется «Велесова книга» об истории славян с древних времен до 9 века. Книга была написана в 9 веке. У меня эта книга есть, и также рекомендую к прочтению. И названа она в честь бога Велеса. Велесова книга. Подводя итоги, можно сказать, Велес – уникальный многолекий бог в славянском пантеоне. Он ассоциируется с мудростью, с тайными знаниями, защищает животных, следит одновременно за тремя мирами – за явью, правью и навью. Славян призван научить славян правильной жизни. Покровительствует тем, кто имеет схожие с ним черты и характера. На сегодня у меня все. Если вам нравится эта тема, и вам хотелось бы узнать больше, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам успехов на пути познания. Слушайте свое сердце. Легкого перехода вам в новую эпоху Волка, эпоху Велеса. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok